Ты не должен злиться, повышать голос, говорить. То есть как будто бы, если ты психолог, ты должен быть для нас удобный. Мы приходим в профессию для того, чтобы решить в первую очередь свои трудности. Мне нравится быть волшебником. Как бы мы ни говорили, что мы логичные, мы осознанные, управляют человеком все равно эмоции. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но не хватает на это времени? Ровно за 10 минут мы расскажем тебе о жизни людей разных профессий из первых уст. И, кстати, время уже пошло. Вы смотрите 10 минут, чтобы узнать. Здравствуйте, я Грачева Наталья, семейный психолог, сексолог, гештальтерапевт. Провожу индивидуальные консультации, тренинги личностного роста и семейные консультации. Психолог – это не врач, конечно. Врач – это психотерапевт. На самом деле вопрос психолог, психотерапевт, психиатр каких-то прям вот четко очерченных границ, но лично я не вижу. Психолога я могу выделить, это точно не врач, это человек, который работает со здоровыми людьми. У нас клиенты, у врача – пациенты. Врач оказывает помощь. Дальше психотерапевт или психиатр – это уже не в моей зоне компетенции, там, наверное, о глубине нарушений психологического здоровья, о глубине изменений. И есть такие разночтения во всем мире. То есть во всем мире психотерапевт – это человек, который лечит слово. То есть и по сути большинство психологов в нашей стране, грамотных, квалифицированных специалистов, занимаются психотерапией. Юридически мы не имеем права говорить, что мы занимаемся психотерапией, но мы занимаемся этим. В нашей стране психотерапевты лечат медикаментозно. На самом деле больше как бы относятся к психиатрине. Это такая вот картина по всему миру. У нас немножко по-другому. Поэтому фактически то, чем мы занимаемся, специалисты-психологи, это психотерапия. То есть ведем человека к изменениям. Потому что классически психолог дает консультацию как некие рекомендации. Можно провести тестирование, можно дать рекомендации. Но самое важное и самое вкусное – это изменение, что я есть в точке А, и мне важно прийти в точку Б. И это уже называется терапия. На самом деле. Подчеркну, что в первую очередь психолог все-таки работает со здоровыми людьми и решает эмоциональные и коммуникативные проблемы в первую очередь. Потому что все те трудности, которые возникают в нашей сфере деятельности, это трудности между двумя людьми и в отношении с другим человеком, и в отношении с самим собой. Мне страшно выходить на большую аудиторию, мне страшно говорить на камеру. Либо это получается в контакте с другим человеком, что человек, я подумаю, что он мне скажет, откажет, не откажет, примет ли, не примет. И внутри идет диалог, через который человек находит причину, как себя остановить. И он не всегда конструктивный, далеко не всегда, потому что эмоции нами управляют. Как бы мы ни говорили, что мы логичные, мы осознанные, управляют человеком все равно эмоции. Потому что, правда, основная наша работа – это все-таки налаживание коммуникации и эмоционального состояния. Вот это основная задача психолога и то, с чем можно к нему прийти. Промыть мозги. Да, как будто бы, с одной стороны, адекватно в том плане, что когда ты приходишь к специалисту, он знает про тебя больше, чем ты знаешь про самого себя. И когда ты начинаешь говорить через оговорки, через мимику, через жесты, на самом деле видно вот это несоответствие. И психолог понимает про вас больше, чем вы сами про себя. И вот это вызывает дикий дискомфорт, что кто-то знает то, чего я не знаю про себя. Лучше тебя самой никто тебя не знает. Но с помощью психолога ты можешь посмотреть с разных сторон, поменять свои взгляды, поменять свое мировоззрение. Но только при желании. Поэтому здесь нужно осознанно действительно прийти, ну, если нравится этот термин, промыть мозги. Мне больше нравится поменять взгляд, поменять мышление. И, ну, правда, для многих это непросто. Да, это правда. Мы приходим в профессию для того, чтобы решить в первую очередь свои трудности. И во вторую, когда мы решаем их, когда мы получаем результат, вот это так, вау, так этим же делиться хочется. Так надо же всем рассказать. Ребята, приходите, это классно. Ваша жизнь может измениться так, как вы хотите. Но это не всем надо. Всегда профессиональный психолог, он растет личностно и растет профессионально. Личностно – это индивидуальная терапия, групповая терапия. Именно терапия, где я клиент. И вторая ветка развития – это профессиональная, где я обучаюсь, изучаю какие-то новые методы. И одно без другого неэффективно. То есть если я только знаю, как других лечить, и никогда сама не сидела в этом кресле, я не знаю, как другой человек там себя чувствует. А когда я там провела много часов и знаю, насколько это кресло бывает некомфортно, неприятно, болезненно, насколько нужна поддержка. Вот, знаете, еще одно такое заблуждение, там, пойти к психологу за волшебным пенделем. Мне нужен волшебный пендел. Да и не нужен. Мы получаем их со всех сторон, от родных, от близких, от себя. Что ж так поздно встаешь, надо раньше. Надо книг больше читать, надо личностным ростом заниматься, надо начать. И вот этот надо, надо, надо. А где поддержка? Ну, ее нет. И когда люди приходят, ну, такой некий диссонанс. Вот я пришел, чтобы мне тут вот этот, ух, и я побежал. Нет, больше нужна все-таки поддержка, и не эмоциональная, и информационная, чтобы увидеть, что, ну, правда, жить можно по-другому. И нужно к себе относиться более бережно, и от психолога получать поддержку. Мне кажется, это как для врача мыть руки. Есть опасность через клиента решать свои проблемы, проецировать. Это даже больше, чем просто не решить вашу проблему, да, проблему клиента. А за счет клиента еще и подлечиться самому. Если у меня это есть, я прошла этот шаг, этот шаг, этот. Если у меня были семейные трудности, семейные кризисы, я научилась их преодолевать. Во-первых, во мне есть очень много уверенности, что это решаемо. И я этой уверенностью с тобой с удовольствием поделюсь. Я тебе покажу, смотри, я вот это сделала, а сейчас давай мы сделаем это с тобой. А есть и области, где я некомпетентна. И тогда лучше клиента отправить просто к другому психотерапевту, кто более компетентен. Здесь важно выбрать все-таки свою нишу, что вот здесь я могу полезно, а в другом месте нет. Чем больше проработано моих проблем, это не значит, что у меня их нет. Это значит, что у меня большой опыт решения. По тестам больше дает понять то, как человек их описывает. То есть на самом деле сейчас есть проективные методики, называются арт-терапевтические техники, когда человек рисует или строит мир в песке, или через карты метафорические. Очень сильно облегчает работу. Неважно, вы взяли пятно Роршиха или вы взяли какую-то карту, вы увидите только то, что вы видите, это будет ваш мир. Что именно вызывает беспокойство или восхищение? И через пятно, а что вы видите на этом пятно? А как вам кажется? Это же вообще удивительно. Одному человеку там покажется одно, другому человеку покажется там другому. Если человек тревожный, он там увидит какое-то чудовище. Причем интересно, как будто бы даже не связано. Если здесь увидели, кто-то кого-то ударил, то может вспомниться, как я заблудилась. То есть вот эмоции поднялись, и эти эмоции похожи на те, что были когда-то. Потому что внутри нас все остается. Наша бессознательная все знает. Да, есть такая фраза «ты же психолог». Приписывается очень много психологам. И с одной стороны, на самом деле адекватно. Потому что психолог знает, как управлять, как подавлять. Подавление – это один из способов управления эмоциями. Мне больше нравится все-таки управлять своими эмоциями. Но почему-то приписывается, что если ты психолог, ты должен быть добрый. Ты не должен злиться, повышать голос, говорить. То есть как будто бы, если ты психолог, ты должен быть для нас удобный. Возводит в лик какого-то святого человека. Для меня больше подходит, что психолог – это человек смелый. Который умеет хорошо справляться со своими эмоциями. Если он даже не справился со своими эмоциями, он знает, что делать с этими последствиями. Ну, в конце концов, признаться. Я вот здесь не справился. Это тоже очень важно психологу признаться в своем бессилии. Ведь если ко мне приходит клиент, а я не могу эту проблему решить, это же очень важно сказать, что я вот здесь некомпетентен. Я не знаю, как решить твои проблемы. Возможно, я даже не знаю, куда тебя направить дальше. Но вот так я не буду тебя обманывать. Я вот скажу так, как чувствую. Мне нравится быть волшебником. Помогать людям изменить жизнь. Не менять, а именно помогать. Потому что человек сам идет по этому пути. Да, я могу только сопровождать его. Показать, как это можно. Показать всю красоту. И вот это вот светящиеся глаза. Да, что так можно было. Как изменить. О, Господи, я оглядываюсь на свою жизнь вчера и сегодня. Это же два разных человека. И вот это вот в моей профессии самое вкусное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!